добрый день сегодня у меня на обзоре две новинки от пермской обувной фабрики трек давайте начнем по порядку средняя модель это у нас скажем так реинкарнация модели хайкинг но обратите внимание сейчас потинки сделаны из двух деталей раньше здесь был задний наружный ремень который закрывал шов соединяющий два берца теперь это единая деталь один большой берет чтобы было как меньше как можно меньше швов ну и соответственно ботинки меньше промокали большая союзка и на союзку настрачен защитный бампер то есть обращаю внимание что вот эта деталь она именно настрачивается то есть союзка союзная часть она цельная то есть под бампером тоже находится кожа мягкий кант язычок также сделано с цельной тоже деталью имеются клапана то есть язык сделан по системе глухой клапан который предотвращает попадание внутрь воды и грязи вторая модель это новая модель ранее снимал не обзор это была модель логал ну по сути это она и же есть единственным и все-таки остановили свой выбор именно на этой подошве она более высокая ну и сейчас по ходу обзора объясню почему мы сделали именно такой выбор эти ботинки увидите здесь есть вшивной красивый ярлык и имеется надпись лидер цсор мчс российской федерации эти ботинки созданы специально для арктической экспедиции которые они будут испытываться центром спасательных операций особого риска под названием лидер то есть это можно сказать спецназ мчс которые всегда находятся на самых трудных участках мы с ними встречались вы тоже видели небольшие обзоры и по встрече договорились что предоставим на тестирование две модели то есть это будет средняя модель и будет высокая модель ботинок упорно трудились весь последний месяц чуть меньше и скором времени отправляем небольшую партию уже непосредственно на испытание что еще хочется отметить самое важное девятнадцатом году мы уже начинали работать с мембраной но из-за пандемии тогда все наши наработки пришлось остановить тогда мы испытывали мембрану симпатекс приезжал представитель из германии производства симпатекс он обучал наших сотрудников как шить чулок как его герметизировать как его правильно интегрировать сам ботинок ну и скажем так знания не пропали обучение не прошло не прошло зря теперь мембрану уже могу вам смело сказать и открыто что три фабрики производят непосредственно в россии здесь у нас мембрана одного из производителей которая будет тестироваться и мембрана нанесена на синтетический утеплитель показатели мембраны водоупорность 10000 единиц паропроницаемость 20 тысяч единиц показатели утеплителя здесь у нас стоит 550 грамм на квадратный метр плотность как они себя проведут поведут на в условиях холода это еще предстоит испытать но на первых экземплярах когда у нас температура еще была ниже минус 10 я сам лично ходил тестировал целый год целый день на улице и в движении и специально останавливался стоял на месте ботинки не промерзают за счет высокой подошвы и высокого протектора за счет своего утеплителя за конструкции но опять же повторюсь посмотрим как ботиночки будут вести себя условиях экспедиции но буки мы все также используем а да кстати на обоих ботинках реализована система двухзонной шнуровки то есть есть нижняя зона потом идет фиксирующая у нас петля такой механизм защелкивающий шнурок то есть вы можете протянуть нижнюю часть зафиксироваться и дальше уже зафиксировать верхнюю часть либо можете наоборот расслабить нижнюю часть а сильно затянуть верхнюю часть то есть все будет зависеть от тех условий которых вы будете находиться я уверен что эти ботинки у нас станут производства но когда сейчас пока еще сложно загадывать давайте сейчас стельку продемонстрирую стелька тоже у нас очень мягкая пяточная в пяточной части очень толстая то есть это спинненый полиуретан и нанесенная микрофибра стелечки очень мягкие очень комфортные и хорошо поддерживают пяточку и вот обратите внимание также покажу ботинки сделаны мембрана интегрирована чулком мембрана она не просто выполняет функцию подкладки и затянута под основную стельку она выполнена по той технологии которую нам который нам обучал представитель компании симпатекс то есть это полностью герметизированный чулок про герметизацию чулка я оставлю сейчас здесь сверху появится ссылочка на видео которая показывает как мы герметизируем сам чулок и будет еще одна ссылочка которая покажет как мы герметизируем швы непосредственно самой на самой заготовки кожаной заготовки верха ботинка ну это будет такое коротенькое видео обзор на как тут тоже и да еще что хочу отметить интеграция в плане использования российских материалов практически ну уже подходит под сто процентов мембрана и все материалы отечественные вот этот материал верха язычка и штафер очки тоже отечественный наш ну как известном уже вирусном ролике найти подошва отечественная кожа отечественную ботинок отечественный я сам тоже отечественный компания отечественная поэтому пишите комментарии обещаю что сниму более подробное видео после того как мы закончим опытную партию отправим ее непосредственно в мчс а пока до свидания до новых встреч увидимся